Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале видео Baby Life. Я думаю, вы знаете украинского блогера Женю, да, и помните прекрасно его бывшую семью Наташу и его дочку и Наташину. Но, как мы знаем, Женя нам уже якобы выпалил в видео, что это не его дочка, но вырастил он её. И что, наверное, сейчас, ребят, только ленивый не обсуждает всё, что происходит между ними. И, вы знаете, в комментах у меня попросили сделать обзор на всю эту ситуацию. Вы знаете, если бы я раньше не смотрела этот канал, то, может быть, я и не разобралась, честное слово, что там у них происходит. Но так как я одно время смотрела, не скажу, что часто, но заглядывала к ним на канал. И, да, у меня определённое мнение своё есть. Первое. Я не поддерживаю вот то, что сейчас у них происходит. Вот этот вот гон на друг друга, где льют друг на друга ушат грязи, я не поддерживаю это и никогда не поддержу. Что бы то ни было, ребят, что бы то ни было у них в отношениях, кто бы там ни был виноват. А я считаю, да, что в браке всегда виноваты в разводе оба, да. И нам с вами, ну, правда, не сделать какой-то определённый вывод в чужих отношениях, ну, не зная вот всей правды. Потому что у каждого из них своя правда. Но то, что происходит сейчас, просто уже переходит все границы. Да, я посмотрела видео Жени, его там ушат грязи в сторону Наташи. Я послушала видеоролик «То, что говорит Наташа». Я не знаю, да, что там сейчас происходит по делёжке этого имущества, да. Но, конечно же, выслушав Наташу, я, ну, увидела в ней, да, спокойную, адекватную речь и, слушайте, никакого, скажем так, дерьма в сторону Жени. Спокойный человек ответил, ну, а относительно квартиры Жениной бабушки, так это, вот, знаете, бред сивой кобылы. То, что несёт Женя, что якобы Наташа хочет отнять эту квартиру. Потому что это, ну, реально просто бесполезно. И это она не сможет, ну, никак сделать. Это она и подтвердила. Если действительно там ремонт был сделан, когда они жили вместе, и действительно она вкладывала общие деньги, вкладывались, то почему бы ей, правда, не вернуть эти деньги? Ну, тут, знаете, это такое дело. Но выносить всё это на обозренье, так как это вынес у нас Женя, якобы скрытой съёмкой, показывая то, что вот, тут приходили чуть ли там следователи приставы, или кто там приходил, да, чтобы узнать, действительно ли вкладывались туда деньги в ремонт, и есть ли у Жени якобы там дарственная, ну, всякое такое вот, что там старушки, да, говорили. Зачем вот это всё выносить? Зачем вот этот вот свинарник выносить на всеобщее обозрение? И, вы знаете, вот со стороны Жени это, конечно же, мерзкий поступок. Если он, как он говорит, оставил там семье столько-то денег, там ещё что-то, ну, оставил ты, уйди тихо. Ну, не цепляй больше эту семью. Если ты настоящий мужчина, и поступи тогда по-настоящему, как настоящий мужик. Но вижу я, ребят, обратное. Вижу я обратное то, что я и раньше видела, что, действительно, Женя любит хайп, и ему нравится ловить этот хайп, причём он отключает комментарии в видеороликах, где никто ничего не сможет написать на его мнение. Выборочно ловит комменты, значит, в Инстаграм и выкладывает положительные. Значит, что хочу сказать, что Женя действительно для меня был, вот как, неплохой актёр. Неплохой актёр, и я его видеоролики смотрела, и иногда думала, вот хватает же фантазии там нафантазировать, там нафантазировать. Особенно помните вот момент, кто смотрел видеоролик, где, когда мама умерла, он пришёл в квартиру, и там как будто какие-то вещи происходили, да, что-то там передвигалось, что-то там двигалось. Я помню, что я тогда насмеялась, думаю, ну вот хватило у человека какой-то, да, фантазии, да, записать такой видос. Якобы, может быть, тоже кто-то что-то увидел, да, вот какой-то ужас, какой-то шок. Ну, я, правда, там посмеялась, потому что я вообще это всё всерьёз не восприняла. Да, было много моментов, где конкретно видно было, что он играет, и как актёр он воспринимается норм. Но, ребят, опять же, как актёр для хайпа, для получения дохода, и здесь, наблюдая за просмотрами на его канале, я вижу, да, что ведёт он видеоролики и разговаривает на украинском. В принципе, ему какая разница. Всё равно, если смотрят россияне, то Женька от этого не имеет никакого дохода, поэтому, ну, он может спокойно говорить на украинском, и его будут поддерживать украинские зрители, смотреть будут его. Ну, у меня такое мнение, да, потому что от граждан России он не имеет денег и дохода. Вот. И просмотры, конечно же, на 800 чем-то там тысяч подписчиков настолько низкие, там максимум 70 тысяч с видеопросмотры. Это, считай, там 9% его смотрят всего лишь. То, что у Наташи её смотрят больше. Ну, либо это какая-то, да, зависть, и решил и правда громко так хайпануть, и, в общем, якобы всю правду выложить и облить полностью бывшую жену. Вас так много связывало. Вы так долго жили вместе. Вас всё устраивало. Зачем эта помоечная яма друг на друга? Ну, ребят, зачем это нужно? Вот это мне не понять. Ну, ладно, у Женьки ради хайпа. Наташе, конечно, приходится защищаться. Но вот её ролик, я вижу, более спокойный, более адекватный. Безо всяких оскорблений спокойно человек рассказал, что, ну, чего Жене так опасаться. Квартира действительно дарственная. От бабушки, да, чего так трястись. Делали ремонт вдвоём. Делали. Значит, у Наташи там, может быть, сохранились какие-то документы. Ну, действительно, как она и ответила. Суд разберётся. Чего дёргаться? Чего нервничать? Ну, посмотрев Женю, конечно же, я в шоке. И, ребят, это не женская солидарность. Нет, отнюдь не женская солидарность. Просто я воспринимаю совсем по-другому. Если расстались, то расстаньтесь, в конце концов, по-человечески. Зачем вот это вот поливание кругом грязью? При всём том, да, что всё-таки мне больше всего жалко Леру. В видеоролике, который я посмотрела, да, мне прям, знаете, вот разрывалась душа, когда Лера заплакала, всё-таки возраст такой, да, и всё-таки она, видно, что любит Женю, как ни крути, для неё он папа. И вот так вот, знаете, мерзко поступить на весь мир, публично вот так вылить ушат грязи. Это не по-мужски, это не по-человечески. Нет, никак не по-человечески. Хотите вы этих разборок? Воюете вы между собой? Ну, воюйте, да? Зачем вот это выкидывать всё на весь мир? Да, я согласна с Наташей. Прежде всего хайп. Прежде всего словить какой-то доход. Конечно, Жене сейчас нужны деньги. У него ребёнок там, ну, возможно, действительно молодая его жена, какие-то проблемы имеется с здоровьем. Ну, кто его знает, это нам как бы, скажем так, не доказали, да, документально. И, ну, всё равно, ребят, но вот так вот прошлую жизнь растоптать, размазать по стене и утопить в куче дерьма, это, конечно же, не по-мужски. Просто не по-мужски. Опять же, повторю, спокойно относилась к Жене, спокойно относилась к Наташе, периодически заглядывала, да, то туда, то туда. И, ну, вот мне было как-то так по барабану, да, а то, что творится сейчас у них, это правда просто не укладывается в уме. И я отчасти понимаю, что, если бы они не были такие публичные люди, то, возможно, такого бы и не было. Но, опять же, скажу, человек человеку рознь. Некоторые публичные люди столько дерьма не выбрасывают. Но, вы знаете, деньги не пахнут. И ради денег люди даже способны на то, чтобы вот и заниматься вот такими, да, скандалами публично, да, и поливать друг друга. Но, ребят, то, что вот Женя вынес именно, это не по-мужски. Женщины, они такие, да. Женщины, ну, и как говорят, что, как бабки, да, сидят на лавочке, семечки дай, обсудить что-то дай, скандальные, знаете, вот раздражительные. Ну, вот в женщинах вот это вот есть, да. Женщину понять можно. Но, ребят, мужчина, это как глава семьи, это как стена, да, то, простите, зачем вот так вот поступать? Ну, я считаю, что это, ну, никак не по-мужски. Хотя, опять же, скажу, что никто нам никогда не скажет, кто прав, кто виноват. Такого быть не может, да, потому что в семье, которая распалась, оба всегда виноваты. Такого не бывает, что один больше, там, один меньше. Виноваты оба. А в какой степени, ребят, уж не нам решать. Но выносить публично всё это на весь белый свет, это мерзко. Мерзко. Ребят, это моё мнение, я его никому не навязываю. И вот решила высказать свою точку зрения лишь потому, что раньше я заглядывала на канал, и когда они вместе снимали, ещё помню, как они болели ковидом, тоже смотрела их видосы, много видео смотрела, и пранки, и какие-то семейные влоги, и как у Жени там эта спина болела, как он мотался по больницам. Смотрела, ребят, смотрела, чтобы вы не подумали, что я вообще не в курсе о этих блогерах. Смотрела одно время, да. И вот я и всегда думала, вот хватает же фантазии, да, хватает таких вот каких-то выдумок интересных, чтобы вот что-то придумывать, что-то снимать. То есть, ну, как актёр именно Женя, он, да, хорошо играл, но вот поступил сейчас, он просто не по-мужски. Ребят, напишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение, ну, и как всегда, прежде чем с вами попрощаться, я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, ну, а я вас обнимаю всем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok